Смотрим дальше. Вот эту фотографию прислала мне Людмила. Людмила живет в одной из дружественных стран. Время настало такое, что и эту дружественную страну я даже не называю. Время такое. И там в сопроводительном письме было написано, что Аветкина смотрит вниз, а она-то теперь уже знает. Назовем Людмилу одной из самых моих верных сторонниц. Вот вторая фотография. Потом еще прислала. Плод слива растущей близкой к земле. Вы понимаете, что я сейчас прокомментирую письмо так. Даже линейку не полиноз поставить. То есть, по всем правилам, это высота 20 сантиметров. Эта ветка должна быть уничтожена. Это как бы в скрижалях уже. Вот это вот идиотского садоводства. Я уже на других слов не нахожу. Меня прогнали с трибуны международной конференции. Сами туда заманили. Думали, что я буду поэта расстилаться перед ними. Прогнали. А теперь слушайте правду. Ваша узаконенная в тысячах публикаций. Я не привлечу. Я видел в сотнях. Вот. Растиражированная в этом самом саду. 50-90 сантиметров штамп. Точка. А теперь я скажу людям спасибо за эту фотографию. Что вы не послушались. Вы сделали специально. Видите, это сделано специально. Чтобы показать, что эта ветка растет на высоте 20 сантиметров. Отрезать не стали. И дело не только в этом плодике. Обычно в этом месте они редко плодоносят. Это, ну так, чуть ли не сбой программы. Задача вот этих листьев, я в который раз говорю. Когда это будет уже на кафедрах, когда это будет проходить в этих самых госуниверситетах. Задача этих листьев – кормить корни, кормить корни. Здесь получилось все-таки плод вкусный наверняка. И в нем есть глюкоза. Нет. Нормально, когда плодов здесь нет. А вся глюкоза уходит к корням. Дальше мекариду кормят, дальше кормят грибы. И все там создается особый аромат. Ну, как бы это слово-то подобрать. Особый климат. Пропитанный глюкозой. Ну, проще сказать, сахаром. Пропитанный. И тогда всем хорошо. И червям, и грибам. Всем хорошо, понимаете? А они не знают этого. Вот только вот сейчас бы пригласила бы Людмила. Местного специалиста. Она быстренько бы все подрезала. Видите, сколько-то веток неправильных. Она сразу все подрезала. Но она верит мне. Она моя ученица. Вот. И еще. Повторяться неудобно. Фотографию показываю. Итак, вы достали где-то сахаренцы. У них был метр, или там около метра, штамба. Штамб был изуродован. Тик-тик-тик-тик-тик. До вас. Предыдущим хозяинам. Вы посадили. Появился в вашей жизни железо, Валерий Константинович. И вы сказали себе, я больше бороться с нижними ветками не буду. И он отрос, отрос, отросло снизу. Вот. Я за это получил спасибо. То есть, известный сальвенец вернул свою нормальную генетическую форму, ребята. Генетическую. Вы думали, метр какой-то самый. Это просто... Я в шоке невероятным. Как это до сих пор? Это все еще происходит. Это все еще сейчас, в нашей жизни. И вся страна со стервенением режет, режет, режет. Спасибо, Людмила. Это тоже ваша фотография. Бывший плод за два года превратился в плодовую ветку. Бывший... А, шип-шип. Вот. Ну что? Замечательно. Так. Вот это у меня сложилась какая-то такая система. Не система. Все одно к одному. Вот как будто кто-то берет мне в мою руку. И она нажимает сюда, а потом берет в мою руку, как будто это не я. Чуть ли не вот эти, знаете, как показывают кукол на сцене. Там их за ниточки дергают. Так. И получается, что... Дернулось кто-то мне за руку. Я нашел старое-старое несколько лет назад. Мне прислали это письмо из живого. Так. Мы это проходили. Вспомните девушку, которая молодой, которую зовут Дана. Ко мне она... Вспоминаем первое. Ну, остались ветераны, но вас немного. Пане Валерии, пожалуйста, пробачьте. И дальше она просит дать ответы. Вот так. А теперь вот эта часть ее нашей переписки. Сейчас поймете. Здравствуйте. Очень бы просила дать ответы на волнующие меня вопросы. Да, она уже, может, про меня забыла, но... Это все для будущих учебников. Первое. Классические садоводы наставят на трех ежегодных обрезках персиков. Как быть во Львове? При этом они говорят, что если не обрезать нижние боковые ветки, которые обгоняют верхние по длине, то верхние ветки засохнут, и дерево заболеет, пропадет. Я не шучу. Это письмо настоящее. Или, если нижние ветки по длине обгоняют центральный стержень, то тоже центр засохнет, и дерево быстро погибнет. Правда ли это? Ну, понятно, что я ответил, что если оно погибнет, только если вот это все будет сделано, то оно еще быстрее погибнет. Не раз я буду это упоминать. Существует огромное, невероятное, всепланетное заблуждение. Вот, что дерево надо резать тогда, а, оно раньше начинает плодоносить, б, предельное урожае. Многие добавляют, что дерево будет еще здоровее, долговечнее. Мы это цитату проходили, да? Правильно. И никто никогда не связал так, что искалечил дерево. Оно вдруг действительно дает огромный, предельный урожай. На следующий год оно умирает, но никто потом эту смерть не связывает, чтобы было сильно много. Да. А, есть такое еще заблуждение. Не заблуждение. А что это неправда? Большой урожай приводит к тому, что дерево, на следующий год начиная, вспоминаем цитаты из этих, из средств массовой информации, заболевает, умирает, так? Или, по крайней мере, пропускает урожай. Вот. И винят в этом вот тот самый большой урожай, который сами же вызвали тем, тем, что его перед этим искалечили. Искалеченное дерево, кричит каравул, но его никто не слышит. Она дает максимум семян. Для того, чтобы уже, тут, что зачем идет? Искалеченное, максимум семян и смерть. Или тяжелая болезнь. А переводят это так, значит, дерево искалеченное, ура, дает большой урожай, а потом, ну, 30 градусов мороз виноват. Вот. И оно в этот момент начинает не просто болеть. погибающие клетки покрываются грибами и этой самой, и лишайниками. Буквально, в прямом случае, покрываются. Заболевшие, и на них уже много мерзвичины, именно мерзвичина, начинает ожирать законное право у грибы. Так? Вот. И тут начинается уже борьба с ними. И опять ошибка. Опять ошибка. То есть, они на самом деле, эти грибы, их уничтожение, хотя это и невозможно. Помните, дикость это, вообще невиданная дикость. Паэльная лампа. Стамески. А? Щетки по металлу. Себе проведи по руке щеткой по металлу. Дерево такое же, как мы. У него такая же кожа. У него больная и уже больная. И тем более нельзя обтрогать. Какая, к черту, щетка по металлу? Проведи себе по руке щетку. Загорешь, как бешеный. И, может быть, перестанешь дерево посходить. Итак. Вот эти вот классические садоводы. Это страшная ошибка. И они, все садоводство начиналось с югов. Несколько фамилий не называют. Это выдающиеся в Белоруссии, выдающиеся в Прибалтике, выдающиеся в Польше. Вот. И выдающиеся на Украине. Фамилии не называют. Это от них пошло. Обрезками напугаем дерево, будет плодоносец. Ну, там-то, на юге-то, он смотрит, да действительно лучше плодоносец. Оно еще, может, и не умрет на следующий год? Он его искалечил? О, плодоносец. А на следующий год оно еще живое. А дальше все. Дальше любые пертурбации, которые с деревом происходят, они уже находят 10 других причин. Самое главное – грибы напали. Грибы напали. Вот так я долго говорил, эмоционально, видите, руками машу. Вот это и есть классическое садомодство. Дебильное невероятно. Почему? Потому что оно перешло невидимую границу. А эта невидимая граница, она совпадает с нашими географическими границами. А? Понимаете? Ладно. Разговорился. Ну, надеюсь, по делу. А мне надо идти за чаем. Минуточку читайте, что тут написано. Это все актуально. Это все актуально. продолжаем если на привитом или непривитом дерево первый год познашения появилось много завязей плодов а дерево чуть-чуть маленькое по росту нужно ли оборвать завязи чтобы дать дерево подрасти ну давайте отвечу так если всего одним одной фразы не подходить не обрывать не лезьте куда вас это не просят я видел деревья до метра роста может пара троечка небольших веточек сотни цветов прямо к облеплено так что дерево не видно ничего вот еще вы дальше дальше ничего плодов нет но от силы одно я такие как я даже такие фотографии коллекционеры один плодик а было сотни не лезьте оборвать этих же много видите вы тут много завязи вот это вот что такое много завязи вы оборвете сделаете много ран а еще весна а уже дерево колека вот никто это а советовать вот почему меня спросили дана эта землячка моя у меня паспорте львовская область родился вот и значит это опять же кто-то и сказал рвите завязи а я не рвите и ничего с деревом с вами случится но теперь еще в момент люблю разделять ну как бы по полочкам и так вы пишете дана на не привитым или не привитым на привитом это да чаще всего случается на молодом деревце так как вы пишете маленьком по росту вот почему она фактически взрослая ветку мы берем собрался уже дерево ну пусть молодого но все-таки обычно плодоносящего чё же тут же не заплани за 6-ти правильно вот они привитые у него всегда есть несколько лет у не привитого есть так называемая ювенальный период или ювенильный я уже начал забывать грамм не такой грамм это ювенальная инспекция ювенальная ювенальный период это период детства год-два-три-четыре бывает и 5-10 лет до плодоношения вот у госточков довольно быстро а у семечков подольше взять приходится вот естественно что за за не привитые можно не бояться много завязей в молодого дерева не появится а вот привитая да и все-таки мое мнение не обрывать это тоже самое калеченье и вот получилось так что тут же как-то сложилось я искал фотографию той особая женщина я уже пытаюсь без ярлыков которая со злобой уничтожала все ветки до высоты своего роста и там 50 листово понимаете вот ее научили а я искал эту фотографию она мне ниже понадобится а наткнулся на вот эту вот вроде бы идет учеба да это человек который снял фильм а я просто фотографию как я сделал фотографию с экрана а человек рассказывает работу питомники умница молодец настоящий питомник настоящий персик кстати юг так и готовя к продаже им еще расти и расти вот видите написано вот с окулировкой кстати это означает вот у большую рану но это ладно это уже друг детали и вот они у него растут 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 так и первое они только на юге успевает вызреть окулировка почка это летняя работа летние а вызвать то надо а она попадает на север она и так-то обморостойкостью у нее до 30 градусов если уж так округлено ну считайте что на севере куда они вагонами везут не вагонами форами все это погибает до едины но кто-то схитрит там под снегом вот фильм снял видели фирму у чернобаева вот а еще и последней еще нет фильм про персик я вам покажу на днях вот укрытие персики у нее не укрыты вот а здесь получается так уже про кулировку сказал не вызревшие почки годятся только вызревает только на крайнем юге где лето длиннее на севере нет а учеба она для всех учеба что мы видим готовя саженец к продаже он ему делать штамп и ничего вот здесь вот там посадите листья ветер вокруг валяется водах что делал аж вы где вал он не тоже каждый листочек можно было бы взять ножнички да вот эти миниатюрно как называют которыми женщины пользуются маленькие такие удобные и разве листик чтобы черешок маленький бы черешок остался а сережки вот они смотрите будьте внимательны вот хорошо бы студентам и так отвечал на экзамен вот это вот черешок вот тут мы отрезали и тогда он медленно бы засыхал и глядишь бы ранка была бы меньше намного а тут вот когда это и смотрите а пучка осталось а тут рамка вот вон там на том следующем сорвите белое на зеленом это ранка вот это страшная вещь но еще раз снималась на юге фильм это делся на юге рекламный фильм штамп делся заранее пранки заживут и вам продадут но вот это вот когда будет снег лежать мороз ударил а снегу допустим сантиметров 20 все он погибает весь если не укрыт он погибает весь а теперь представим себе помните сколько фотографий показал и персиков черешни они такие же нежные как как и персики черешни помните показывал вот если вот продавали бы и объясните людям что да но им более компактно не делают а если вот это вот не отрывали баллистики они вот так во все стороны большие стороны веточки пошли и черт с ним с морозом даже 15-20 сантиметров снега и саженец никогда уже не погибнет никогда даже на севере а у меня одно случилось вот так вот взял это тут про персики вот знаете вспомните эту первые мои ученики много лет прошло какой она тогда я сейчас не найду ее найти можно но это надо несколько часов искать огромный архив уникальный что там было присылает фотографию персиков 170 килограмм с одного день это ужас какой и я уже и пишу но это часть переписка то что видите что я написал вспомните а потом комментировал уже задним словом уволяю вас не подходите вы к нему каких чертов отрезать ветки рады делать смысл то вот видите а эти которые классики еще раз по мере называем но я это самое я встречусь там на том свете вот там и поговорим а здесь они принесли огромный вред огромный вред всем нашим странам и прибалтики и белоруссии и украине и россии вот так вот это будет еще 2 как называется вторая тема а вот и она посмотрите на это дерево сколько на нем лишних веток меня всегда поражала друзья вот это страшная картина почему они не видят и не знают а это лингвисты это самое языком умеет работать вот и взяли лингвиста текст наверняка зазубривать откуда это знать вот она зазубрила ветки растущие вниз ветки растущие внутри ветки перекрещиваются и прочее 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 все это скороговорки а теперь смотрите сколько веток а самое страшное я даже увеличу может быть никто этого не замечает кроме меня полюбуйтесь дело в том что открываю страшный секрет это абсолютно больное дерево все покрытое я это называю общим словом вы знаете мхи лишайники и грибы я это называю знаете как ой придумал общее слово сейчас ах ладно которые объединяет все эти пары ладно только сейчас помню короче анны все больное больное вот там дальше еще желтее вон там за ее локтем левой руки смотрите еще вот она берет дерево последней стадии умирания она больное насквозь у нее кора не дышит внимание началось только на моих глазах пока шла передача по центральному телевидению только на моих глазах она сделала несколько десятков так вот кран страшно можете убедиться я тоже увеличу эту фотографию я не болтал смотрите видите вот она отрезает вот слева внизу отрезала она отрезала все подряд начиная с самого низу они же как дерево искоречили она опять начинает снизу расти это не она не сразу умирает вот и ведь это такая с таким обаянием вот самое страшное что это делают женщины с таким обаянием не ведая что творят они им не знаю я вот когда придет страшный суд я скажу там архангель как этот самый который там у него книга жизни у него будет листать и говорит слушай милая ты что натворила ты хоть знаешь сколько это вреда принесла ведь тебя миллионы смотрели мы бог создавал мне не один день как это понимаете библия была сделана для самых простых невежественных людей помните старинные евангелие посмотрел на женщину горит день огненный а почему боролись сами знаете с чем с распутством за семью потому что этому нечем было противопоставить не убей не укради вот это было понятно и один день создавал бог может быть это один день может быть это один миллиард лет но он создал совершенно деревья что ж ты лезешь то как можно все до единого деревья на планете назвать неправильно какие как они их режут их автора в этих служб только сейчас сегодня которые на эти в интернете их тысячи и у всех неправильно дерево он подходит нормальному дереву просто нормальное дерево вспомните как растут груши генетически вот так растут генетика такая у них и тут же объявляет его неправильным это невероятно а ему нужно полчаса ему на сребреники а а